Судя по всему, британцы заложили мину замедленного действия под весь континент, желающих посомневаться, а надо ли нам это евросемейство в каждой стране найти можно. И это тот самый европейский сепаратизм, который для российского уха звучит удивительно, но он есть. Мой коллега Михаил Леонтьев о том, что стоит за новым термином «регрэзит», появившимся на этой неделе, в прямом переводе с английского «это раскаяние за Брэкзит». К вопросу о глобальных последствиях британского «брэкзита». Еще одна капля дегтя в бочке дегтя. Австрия, вроде бы чудом избежавшая победы на президентских выборах евровредного националиста Норберта Хофера. Напомним, в последний момент там как-то растасовали голоса, посланные по почте. Так вот, Конституционный суд евроспасительный результат отменил. Никто не уйдет от «экзита». Однако здравствуйте. Голосование за то, чтобы покинуть Евросоюз, прошедший в Британии, это часть цунами антиэстеблишментного процесса, захлестнувшего раздираемую противоречиями Европу, увещает CNN. Да что там Европа? В статье двух супермодных американских аналитиков Яна Брэмера и Нурриэля Рубини говорится, что в мире больше нет стран или блоков, способных следовать глобальной повестке дня. В последние несколько месяцев группа стран, ведущих экономик мира, превратилась из слаженного оркестра в какафонию. Этот мир больше не мир G7, большой семерки, не мир G20, это мир G0. Попрошу всех свидетелей записать адреса и фамилии. Попрошу, граждане свидетелей, проявим сознательность, гражданскую активность, исполним свой гражданский долг. Где свидетели? Товарищи, кто свидетель? G0. Глобальный экзит. Вот так она и начинается. Та самая деглобализация, о которой столько лет говорили большевики. Первой реакцией на Брэкзит, естественно, стала идеей сплотиться вокруг европейского ядра и жестко отомстить английским предателям, чтобы другим неповадно было. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что страны ЕС кристально ясно дали понять, что доступа Британии к европейским рынкам по умолчанию не будет. Глава Еврокомиссии Юнкер, выступая в Европарламенте, обратился к лидеру Британской партии независимости Найджелу Фараджу. Вы бились за выход. Британский народ проголосовал за выход. Почему вы здесь? Пока брутальные идеи остаются в области риторики, однако их практическое применение способно больной Евросоюз довольно быстро добить. Думаю, что лучше всего относиться к этому таким образом, будто проект полной европейской интеграции поставлен на паузу. Я бы не преувеличивал значение этого. То есть деликатное отношение к больному заключается в том, чтобы не концентрировать внимание на агонии. Авось не заметит. Уже заметили. Резкий разворот турецкой политики и в первую очередь форсированное в регулировании отношений с Россией очевидным образом связан даже не с Брекзитом, а с теми последствиями, которые он означает для судеб европейской интеграции. Как бы то ни было, Турция утратила не только надежду на членство в ЕС, но и в значительной степени стимула к таковому членству. Мир с женой заставляет страны, обладающие волей к суверенитету, строить самостоятельные геополитические конструкции, отвечающие их суверенным интересам. У вас, думаю, будет много ситуаций, когда люди захотят вернуть границы. Они хотят вернуть контроль над деньгами. Они многое хотят вернуть. Они хотят сделать так, чтобы вновь иметь страну. Характерно, что все это Трамп говорит в Шотландии, которая собирается на выход из Британии как раз из-за Брекзита. И, скорее всего, так и выйдет. Я действительно вижу параллель между тем, что происходит в США, и тем, что происходит здесь, и люди хотят видеть границы. Трамп прав. Выход Британии из ЕС и выход Шотландии из Британии – это явление одного порядка. Люди хотят видеть границы. Маленький нюанс. Простите за злорадство. Когда британский флот начнет уходить со своих родных баз в Шотландии, мы вспомним Севастополь. А есть ли еще и Гибралтар? Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите. А что вы думали? Вот когда лет через 10 премьер Англии назовет распад Великобритании геополитической катастрофой? Наверное, уже трудно будет отыскать либерального дурака, который бы объявил его реваншистом. Однако, до свидания.